Дверь, которая ведет в бордель. Жители дома 102 по проспекту Ленина утверждают, что в их доме расположена сауна со всеми вытекающими. Точнее, была расположена. Сейчас помещение сдается в аренду. И не исключено, что снова под парилку. О том, что на цокольном этаже располагается сауна, жители знали с самого начала. На фасаде со стороны проспекта Ленина висела табличка «Жар-де-пар». А вот как это выглядело внутри, стало ясно только сейчас, когда объявление о сдаче помещения в аренду появилось на одном из интернет-ресурсов. Написано, что площадь прекрасно подойдет под любой вид деятельности. Возможно увеличение электрической нагрузки. И это на минутку. В жилом доме 1926 года постройки, где 26 подъездов с деревянными перекрытиями и старой проводкой. Был пожар буквально над нами. Пожарные не в этот подъезд забежали, они в ближайшие подъезды поднимались и искали искры, куда могут их занести. Потому что боялись по перекрытиям эти искры, воспламенение просто произойдет. Заливали, а если начнут заливать, это заливать не только этот подъезд, а следующие, и следующие, и следующие. И поэтому какие-то нарушения, я уверена, что есть нарушения в организации этого нежилого помещения. Нежилое, оно используется не по назначению. Недопустимо сауна в жилом доме, по мнению жильцов и по этическим соображениям. Посетители в удовольствиях себе не отказывают. И это по меньшей мере аморально, когда в 13, 14 и 15 подъездах располагается муниципальный детский сад. А рядом с 20-м подъездом черный вход в заведение с сомнительной репутацией. Все это, естественно, работало, как говорится, без какой-либо официальной регистрации. Потому что вход был только по звонку. Открывали сотрудники в ночное время, выходили также под балконы там покурить, поговорить. Подъезжали также у нас машины к этому входу, забирали, привозили девушек. То есть, так просто туда не попадешь. Почему деятельность прекратили предыдущие съемщики, не ясно. Но сейчас, судя по всему, помещение снова можно использовать по назначению. Здравствуйте, я по поводу аренды помещения Ленина 102. Вы к вам, да, правильно? Да, я вас слушаю. Ага. А скажите, пожалуйста, сколько стоимость там квадратного метра? Там, получается, там 135 метров, где-то 27 тысяч плюс свет и вода. Угу. А там вот раньше что располагалось? Там бар был. Бар был. А там все демонтировано? Как там вообще? Нет, не демонтировано. Там надо смотреть. То есть, там осталось, под какой деятельностью вы хотите смотреть. Ну, вообще, мне бы хотелось что-то небольшого. СПА, сауны. А вот это и было. Ну, там 135 метров. Но цена зато небольшая. А вот то, что это жилой дом, там все-таки, ну, не возникает проблем? Сауна, прочее? Слушайте, арендаторов не было. Они все эти сами вопросами занимались. Мы в этом даже не совались. Жители обращались за помощью в прокуратуру Октябрьского района с просьбой приостановить деятельность сауны в своем доме. Описали, что находится сауна. Открытые источники, скорее всего, огня там, потому что там парилка и бассейн. Вот, и нарушение всех норм. Вот на это ссылались. Они приходили, говорили, что двери заперты, никто не открывает, доступа у них нет. И все, что они сделали, сняли в обиску. И все. История на самом деле странная. Нам в надзорном органе пояснили, что жильцы 102-го дома действительно обращались за помощью. А потом сами по непонятным причинам отказались от проверки. Мы будем следить за развитием этой ситуации. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Vlogа, Денис Денисов. Ув Karimшин. Продолжение следует... Продолжение следует...